здравствуйте дорогие друзья мы начинаем вторую передачу из цикла программ теория человека знания жизни мировоззрение эта система знаний и представлений о мире и месте человека в нем эта система его ценностей и убеждений из мировоззрения исходит позиция нашего внутреннего я отношения к себе и миру а наши отношения определяет какие действия мы совершаем но кто формирует наше мировоззрение его формирует общество в котором мы живем мы видели крах атеистического материалистического мировоззрения в 90-х годах прошлого века во время крушения советской империи оно привело к кризису и распаду общества которое им руководствовалось к страданиям миллионов людей к локальным военным конфликтам сейчас я знаю почему это произошло атеистическое мировоззрение просто отрицала духовную составляющую человека знания о внутренней структуре о высших ценностях личности просто игнорировались а там где нет бога и высших ценностей там нет любви нет самосовершенствования нет развития нет созидания там царствует разрушение и деградации если мы попытаемся вникнуть в суть природы земли то увидим что все живое в ней существует в борьбе в матрице выживания главная цель продолжить существование приспособиться сохраниться во что бы то ни стало у животных и человека мы видим еще одно проявление земной природы она в жажде жизни в удовлетворении эмоций и чувств но что же принципиально отличает нас от животных это отличие в том что только человек может быть творцом созидателем что только он обладает сознанием свободой и волей может развиваться и реализовывать себя только человек обладает возможностью жить в матрице созидания основа которой любовь к людям и миру любовь и созидание энергия нашего духовного истинного я делает нас людьми открывая путь развития которого нет в живой природе планеты это и есть то что присуще только человеку что это значит для каждого из нас это значит что людьми нас делает то чего изначально нет на земле да где то там далеко среди звезд есть тот кто положил нам всем начало и для того чтобы понять себя мы должны получить от него знания чтобы это сделать обратимся к христу посланнику бога мессии убитому людьми воскресшему и поднявшемуся на небо знание которое он принес нам гласит бог это высший разум творец и созидатель суть которого любовь ко всем людям христос это слово его истина знание позволяющие человеку обрести себя человек принявший это знание обретает разум становится личностью творцом себя и мира сыном бога да царствие небесное находится на земле это мир людей разума мир созидания развития и реализации личности на благо всех людей приняв тело от природы планеты своей матери а затем обретя знания о разуме от своего небесного отца человек избавляется от внутреннего конфликта обретает свою духовную природу энергию реализовать себя как личность становится самим собой созидателем и творцом